Как только стало известно о победе Байдена, в его адрес сразу же стали поступать поздравления от глав других государств. Его уже поздравили такие мировые лидеры, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Однако Кремль Российской Федерации пока что сохраняет молчание. Такая позиция выжидательная, она достаточно объективна. Почему? Потому что еще не сказал свое слово Конституционный суд Соединенных Штатов. То есть пока не сказано последнее слово за институтами юридическими, ситуация может поменяться самым радикальным, кардинальным способом. По словам экспертов, победа Байдена не изменит взаимоотношения России и США. На протяжении многих лет они остаются неизменными, независимо от того, кто приходит к власти, республиканец или демократ. То есть разницы не будет никакой. Стратегия поведения будет одна и та же. Что же касается Российской Федерации, то Российская Федерация изначально веет навсегда, в каком бы статусе она ни была, в статусе Союза Советских Социалистических Республик или Российской Федерации, она всегда оставалась для Соединенных Штатов и зоны геополитических интересов. Кроме того, на предвыборной платформе Джо Байдена не наблюдаются признаки радикальной смены политики в сторону России. Что же касается экономики, то в России она будет зависеть от финансовой ситуации именно на мировой арене, но нет взаимоотношений с США.